доброе утро дорогие друзья вы смотрите завтрак в городе чей с вами я олеся стародуб сегодня приготовим легкий десерт полезный сметанный мусс для нашего сметанного мусса потребуется сметана как ни странно также нам потребуется кефир или ряженка здесь уже выбирайте сами потому что кефир можно выбрать не жирный ряженка все-таки пожирнее особенно если вы выбираете уже 6 процентов 4 процентную далее нам потребуется небольшое количество сахара его можно заменить сахарной пудрой или медом вы можете заменить даже серии если придерживаетесь правильного питания наш сегодняшний десерт как раз таки из серии правильного питания далее нам потребуется банан банан желательно вот такой вот уже спелый мягкий потому что мы его будем разминать также нам потребуется груша потому что в оригинале все-таки блюдо называется сметанный крем с грушей груша вот такая вот обычная спелая мягкая сочная можно использовать блендер для того чтобы все это перемешать соединить все это быстренько и за один раз можно все это смешивать вручную я сегодня не буду пользоваться блендером я все это приготовлю вручную потому что мне нравится когда банан немножечко попадать с такими кусочками мягкими и грушу буду натирать на терке терку возьму начну с груши сначала я ее очищу а затем приступлю уже к натиранию в общем то можно использовать блендер закинуть просто кусочками грушу закинуть все жидкие ингредиенты и хорошенечко пробить и опять же можно регулировать густоту крема можно приготовить достаточно жидкая консистенция можно по гуще так но буду натирать наверно такое на средний но скорее ближе наверное к мелкой терке и все это буду отправлять в посуду где собственно буду соединять все ингредиенты ну вот видите что это не занимает много времени абсолютно грушу отправляю итак с грушей мы закончили дальше я добавляю банан просто поломаю кусочками и воспользуюсь вилкой для того чтобы вот так вот потолочь банан можно добавить ягоды но я сегодня не буду добавлять больше ничего мне кажется что груша и банан здесь прекрасно справиться со своей задачей я хочу приготовить достаточно густую массу чтобы ее можно было есть ложкой все-таки это не смузи но если вам хочется сделать более жидкую консистенцию вы просто добавите больше кефира больше добавите ряженки смотря что вы будете добавлять да так затем я отправляю сметану сметану желательно использовать пожирнее для того чтобы текстура была более гладкая более такая сливочная и небольшое количество кефира далее я буду использовать сахарную пудру почему я люблю использовать для таких вот кремов для смузи сахарную пудру потому что она легко растворяется и расходится в этой массе и не остается крупинок которые не очень приятно хрустят на зубах так мусс готов или крем теперь я возьму грушу и нарежу такими тоненькими пластиночками просто для декора можно кстати использовать в качестве украшения и декорации пластиночки сухофруктов например яблок или тех же груш которые у вас наверняка есть где-то в кухонном шкафу выложу вот в такую симпатичную посуду и сверху украшу ломтиками груши десерт готов отправляйтесь на кухню повторяйте за мной желаю вам приятного аппетита и хорошего дня